Запах алкоголя. Немнятная речь. Я... Я не... Что? Потреблялись? Нет. Это не кадры из американского триллера, а белорусские реалии. Только в прошлом году на дорогах страны задержаны 18 541 пьяноводителей. Повторно на антиподвиг пошли 944 человека. Как итог, 115 погибших и 389 пострадавших. Всему вина безрассудства и алкоголь. Утро, 9 марта, агрогородок Ковали. Водитель школьного автобуса после празднования Международного женского дня садится за руль и транспорт останавливает инспектор ГАИ. При проверке документов выясняется, что мужчина пьян, а свидетельствование показывает наличие 1,38 промиль алкоголя. Мне скажите, вы вчера праздник отмечали до сколько? Немножко было. Ну, потому что у вас состояние, смотрю, вид у вас. Так, ну, надо проехать запах, поэтому... Я вас отстраняю от управления. В 2020-м только в Бобруйске задержано 379 гореводителей. По их вине пострадали 2 человека. За 3 месяца этого года наряды ДПС остановили уже свыше полусотни нетрезвых. Исходя из цифр статистики, несложно сосчитать, сколько трагедии удалось предотвратить инспекторам на дороге. Из машины выходим. Хорошо. Включись сюда. Из машины. Делайте глубокий вдох. Сколько? Полторашка. Полторашка? Блин, парни. Я готов понести, блин, наказание. С 1 марта в Беларуси ужесточили наказание для пьяных водителей. Согласно новому административному кодексу, к ответственности привлекаются те, кто сел за руль под градусом впервые. Теперь все зависит от степени опьянения. До 0,8 промилле включительно предусмотрена административная ответственность в размере 100 базовых личин с лишением официального права сроком на 3 года. От 0,8 промилле предусмотрена административная ответственность в размере 200 базовых личин с лишением права управления сроком на 5 лет. Изменилась ответственность и за повторную пьяную езду в течение года. Максимальный срок лишения прав до 8 лет. За ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло смерть, либо тяжкое телесное повреждение, виновнику грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Нельзя пьяным за руль садиться. Как вы считаете, в нашей стране достаточно меры пресечения для предотвращения этого? Ну, видимо, нет, раз пьяными ездят, надо еще больше. Чтобы люди знали, что нельзя пьяными за руль садиться. Это опасно, но неправильно. Такие водители, их вообще сразу лишать на больше, чем предусмотрена, допустим, градация. Потому что, сколько показывает, пьяный водитель, он не один раз уже попадал, и это уже, как говорится, система. Как вы относитесь к нетрезвому вождению? Ужасно отношусь. У меня свое двое детей, и ездят всегда на бустерах, и ужасно категорично лишать прав хоть на всю жизнь. Если выпил, извини, вот есть Яндекс.Такси дешевое, подъехал, проехал, и не подвергать риску ни на дороге, ни себя, ни пешеходов. Выпил, за руль не садись. Этот лозунг на разных языках звучит по-разному. Да и у каждого государства свои методы борьбы с пьянством за рулем. Кто-то применяет к применившемуся физическую силу, а кто-то карает штрафом до 30 тысяч долларов. Несмотря на это, остается извечным вопрос, какие именно меры придадут значение человеческой жизни. Виктория Полевко, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.